Вы ни за что не догадаетесь, что внутри этой коробки. Хотя в телеге я уже это засветил. Нет, сегодня не очередной выпуск про вечные Скайлейки. В кейсе из-под материнки мне приехало еще одно наследие эпохи майнинга. Это самая популярная видеокарта. RTX 3060, только не на 12, а на 6 гигабайт. Такие переделки мобильных 30-х RTX в обычные видеокарты продаются уже не первый год. Но сейчас в крипту верят не только лишь все. Поэтому вот такими вот франкенштейнами заполнилось и авито, и всякие там маркетплейсы. В два раза дешевле RTX 3060. Китайцы клепают их вагонами. И вы удивитесь, но даже спустя пару лет после релиза найти их новыми не проблема. Сегодня разберемся, стоит ли отдавать вот за такую RTX 3060 M 12-15 тысяч рублей. Что за франкенштейн драйвера, что у нее внутри. И насколько она хуже в игрушках RTX 3060 12-гиговой. И в сравнении с GTX 1660 Super, которая стоит примерно столько же. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Читайте нас в широком диапазоне, в Телеграм, ВКонтакте, смотрите на Ютуб. И Руту. Этого франкенштейна мы разыграем в нашей телеге. И он действительно стоит вашего внимания. Поехали. Вам не обязательно покупать дорогую видеокарту. Тем более, что для серьезных проектов нужны решения очень высокого уровня. И вот такой мобильный франкенштейн RTX 3060, или в данном случае 3070, уж точно не справится. В Selectel есть большой выбор различных видеокарт для решения даже самых ресурсоемких задач. Например, профессиональное проектирование и 3D-моделирование, рендеринг в 4К и даже 8К, обучение сложных нейронных сетей и работа с языковыми моделями, научные и инженерные вычисления. Для этого у провайдера есть большой выбор видеокарт, которые доступны к аренде в выделенных и облачных серверах. Создать и запустить сервер с GPU можно в 2 клика в панели управления myselectel.ru, а арендовать такую удаленную видеокарту можно даже на час от 29 рублей. Почасовая аренда будет особенно полезна для выполнения краткосрочных задач. А если хочется еще больше экономии, в облаке есть опция «Заморозки ресурсов». На время простоя вы можете просто отключить сервер, при этом сохранив все свои данные. Так вам не придется переплачивать за неиспользуемые ресурсы, а когда мощности понадобятся снова, не придется снова настраивать сервер с нуля. При долгосрочной аренде действуют скидки. Недавно они завезли видеокарты RTX 2080 Ti и RTX 4090. И наряду с этими GPU к аренде доступны еще 7 моделей. Отличный выбор под любой бюджет и задачи. Если вы не готовы сейчас вкладывать ресурсы в покупку оборудования и видеокарты, вы можете взять ее в аренду в Selectel. Регистрируйтесь в панели myselectel.ru и запускайте свой сервер с GPU. Приходят такие карты в основном не в оригинальных коробках. В моем случае под материнки на Z370, в которой лежал сверток из пакетов, в котором уже была карточка в антисатанинском пакете. Продавец, судя по ИП, из Омска. Там рядом Китай и Казахстан, откуда, по всей видимости, их и тащат. Внешне она выглядит, как любая, другая недорогая RTX 3060. Пара вертушек, радиатор с теплотрубками, сзади пластиковый бэкплейт, что для китайских карточек уже по-богатому. Система охлаждения с виду новая. Не покрашена из баллончика, как это бывает иногда. Следов эксплуатации нет. Карточка, как из магазина. Убедимся, так это или нет, когда разберем. Неискушенный пользователь заметит подвох только с торца. Всего один выход HDMI. Фанаты мультимониторных сборок тут в пролете. Названия бренда, естественно, нигде нет. Лишь на кульках паленая наклейка с логотипом NVIDIA. И неспроста. У этих карт нет официального производителя. Они клепаются на небольших китайских фабриках из запчастей умерших игробуков. Еще во времена RTX 20 серии поднебесные инженеры смекнули, что NVIDIA большая ленивая компания, и мобильные чипы ничем не отличаются от десктопных. Разработать текстолит в свободной экономической зоне Китая вопрос пары недель. А дальше на свежую доску садятся бэушные ноутбучные GPU вместе с памятью, заливается кастомный биос. И вот она, находка для криптоинвесторов. Такие 3060M добывают монетки чуть хуже настольной версии, но на момент появления в конце жаркого криптовалютного 21 года они стоили ощутимо дешевле. Поэтому их сметали целыми ригами. Этот ажиотаж давно затих, и карты штабелями лежат на авито и китайских площадках. Франкенштейны RTX 30 стали массовыми уже ближе к закату майнинга, поэтому многие карты копали от силы год. Ноутбуки с RTX 3060 были и остаются крайне популярными, а значит сырье для этих мутантов у китайцев есть даже сейчас. И вполне возможно, что именно эта карта действительно новая. Купить такую не проблема, но просто так она не заработает. Во-первых, в биосе должна быть доступна опция ABOV 4G Decoding. Найти ее получится на большинстве досок, начиная с третьего поколения Intel Core. Xeon на X99 тоже в деле. Никакого ребара для работы Франкенштейнов не требуется. Продавцы неверно публикуют информацию. Переделка спокойно завелась и без него, но вот ABOV действительно нужен. Без него карта не выводит изображение. Во-вторых, Nvidia вам не AMD. Официальный драйвер на такую чудо-карточку не встанет. Но мир не без добрых людей. На гитхабе есть большой топик с драйверами под Франкенштейны, начиная от RTX 2070M и заканчивая 4090M. Да, китайцы создают и таких монстров. Бесплатно доступен июльский драйвер Nvidia 560. Но тема не мертва. Время от времени будут появляться свежие дровишки. Так что без поддержки новых игрушек владельцы не останутся. С установкой никаких проблем. Сначала нужно снести через ДДУ все старые дрова, потом просто запустить экзе от админа и в целом все. Драйвер имеет цифровую Франкен подпись. Система на него не ругается. В общем, никаких танцев с бубном. Вспоминая майнинговые CMP40HX и BS160, даже как-то скучно. Все слишком легко. После установки и ребута можно внимательно изучить карту в GPU-Z. Первое, что бросается в глаза, мобильная переделка называется RTX 3060 Frankenstein. Это абсолютно ни на что не влияет. Создатели игр привыкли, что Nvidia и AMD клепают новые карточки десятками и не делают никаких проверок по имени GPU. Второй нюанс. 6 гигабайт видеопамяти. Nvidia решила, что пихать в лэптопы 12 гигов это слишком жирно. По меркам 2021 года, 6 гигабайт памяти еще окей. Но как дела обстоят сейчас? Проверим это в тестах. А заодно выясним, как поведет себя эта 3060M при подключении через PCI-Express 3.0. Именно так она будет работать на Xeon и прочих ПК из прошлого поколения. Целевая аудитория. Ну и третий нюанс. Куда ядер почти на 10% больше, чем в десктопной версии. Да, вот такой странный шаг инженеров Nvidia. Засунуть в ноутбук более крутой чип. Зато чистота урезана по самое не балуйся. Всего 900 МГц в стоке. Теплопакет переделки тоже на уровне плинтуса. 80 Вт. У десктопной 3060 он в два раза выше. Во всем остальном никаких нюансов. Все галки в GPU-Z стоят. Система на драйвер не ругается. А значит можно переходить к тестам. Начнем с прожарки карты в суперпозишене. За полчаса на открытом стенде GPU прогрелся до 71 градуса. Ходспот всего на 3 градуса выше. Это отличный результат. Термопаста явно свежая. Температуру памяти 3060M не выводит, так что состояние прокладок мы узнаем уже после разбора. По ватам и напряжениям, правда, от китайской переделки не дождешься. Карта бодро рапортует о 20 вольтах по 12 вольтовой линии и строит из себя малоежку на 55 Вт. С частотой в 1700 МГц в такое потребление верится слабо. А значит на помощь приходит ваттметр. В простой система тянет из розетки около 75 Вт. В суперпозишене уже 200. Без нагрузки процессор потребляет 10 Вт. В бенчмарке 35. Получается на карту пришлось около 100 Вт с учетом КПД блока питания и всех преобразований на уровне 80%. Итого реальное потребление 3060M действительно 80 Вт, как и зашито в видео биосе. А не 55, как пишут программы. Тестировать будем сразу три карточки. За те же 12-14 тысяч на авито можно купить бэушную GTX 1660 Super или TI. Эти карточки далеко не свежак, в лучшем случае им будет года 3-4. И во втором буме такие GPU активно майнили косынку. А значит придется вооружиться отверткой, термопастой и прокладками для ее обслуживания. Но сами по себе GTX 16 холодные, до наших дней они доживают без проблем, это вам не прожаренные до хруста рыксы. Это двухвентиляторная 1660 Super от Гигабайта. Карта работает на архитектуре Тюринг. Из RTX 20 у нее тоже 6 ГБ памяти GDDR6 на той же частоте и 192-битная шина. А вот CUDA ядер меньше в 2,5 раза. Зато выше частота GPU и в наличии рассыпь видеовыходов. Рибара нет, шина PCI-Express 3.0, в общем среднячок конца прошлого десятилетия. Найти второго оппонента еще проще. Обычная 12-гиговая RTX 3060. Этот топ популярности Стима до сих пор можно купить новым за две цены Франкенштейна. Поэтому главный вопрос, стоит ли доплачивать за 12 ГБ памяти, больше портов и более жирный теплопакет. У меня самая простая версия MSI Ventus, но на тестах это никак не скажется. Брать более дорогие версии RTX 3060 смысла мало. Чтобы не ограничивать видеокарты, я взял народный 6-ядерный Ryzen 5 7500F. На капризной дешевой китайской плате с 32 ГБ DDR5-6000. Для 3060 это даже избыточно. Зато получится узнать ее пределы. Windows 10 и игры стоят на быстром NVMe SSD. Начнем по классике. 3DMark Time Spy. Бенчмарк далеко не новый. 6 ГБ памяти ему хватает за глаза. И он оценил мобильную RTX 3060 на одном уровне с десктопной. GTX 1660 Super ожидаемо отстала почти на треть. Все-таки и карта проще, и архитектура старее. В более свежем Steel Nomad тяжело всем трем GPU. Они даже не дотянули до 30 FPS. Формально десктопная 3060 вырывается вперед на полкадра. На деле разница с Франкенштейном снова на уровне погрешности. Ну а 1660s плетется где-то позади. Она опять на треть медленней. Мы уже привыкли, что младшие RTX это на самом деле хорошие GTX. Поэтому сначала проведем бенчмарк киберпанка на впечатляющих настройках в Full HD без трассировки. И естественно без апскейлеров. Десктопная и мобильная RTX 3060 идут ноздря в ноздрю. Переделки явно не хватает гигабайта памяти, но на производительности это особо не сказалось. Обе карты выдали 66 FPS. Франкенштейн смог компенсировать отставание по частоте на 100 МГц увеличенным числом CUDA-ядер. При этом реальное потребление полноценной карты вдвое выше. Как снизить ее жор без потери производительности мы рассказывали в ролике про андервольтинг. Ссылка будет в описании. 1660 Super, как обычно, на третьем почетном месте. 43 FPS для среднячка пятилетней давности на ультрах. Это отличный результат. Жор в 120 Вт как раз на уровне народной 1060. Но играть так некомфортно. Раз производительность 3060 бьет через край, можно подключить трассировку. Минимальный RTX ON с DLSS на качество. Оно бустит FPS по бенчмарку ближе к 80. Обе карты снова идут вровень. Недобор уже в полтора гигабайта видеопамяти на переделке не ощущается. К слову, никаких проблем с DLSS на мобильной 3060 нет. Тут он отрабатывает корректно. В отличие от CMP40HX, на которой с патченными драйверами умный апскейлер или не запускался, или артефачил и снижал FPS. На удивление, бодро держится и 1660 Super. У нее нет блоков для трассировки. Всю сложную физику лучей приходится считать на CUDA. И при этом итоговый результат почти 45 кадров с FSR на качестве. Отставание от 3060, конечно, тут катастрофическое. Но для старой GTX карты результат отличный. А вот поднимать трассировку уже до среднего уровня на мобильной 3060 не стоит. Перестает хватать 6 гигов видеопамяти и кадры шлепаются к 45. У настольной версии таких проблем нет. 12 гигов памяти спасают. Карта отрисовывает на 10 FPS больше. С ультра трассировкой разница еще заметнее. Теперь Frankenstein провалился ниже 40 кадров. А вот полноценная 3060 спокойно выдает за 50 FPS. Владельцы 8-ми гиговой RTX 4060 с урезанной шиной мотайте на ус. Через пару лет у вас будут такие же проблемы. В Forze Motorsport ситуация аналогичная. Даже без трассировки. На высоких настройках графики видеопамять у 6-ти гиговых карт забита вся. Игре требуется 8 гигабайт. Но недостаток в 2 гига на производительности почти не сказывается. Мобильная 3060 отстает от настольной на погрешность. В любом случае обе карты выдают за 80 FPS в Full HD. Гонять так можно максимально комфортно. Чего не скажешь о GTX 1660 Super. Бедняга с трудом отрисовывает 40 кадров. Так что ради плавности геймплея точно придется крутить графику вниз. Включение минимальной трассировки теней и отражений приводит к предупреждениям о нехватке памяти на мобильной 3060. Но фарза при этом без проблем запускается. У десктопной версии естественно все отлично. Занято 9 гигов, еще 3 на подхвате. Китайской переделке приходится гонять сразу треть необходимых данных из оперативки. И это снижает кадры сразу на 30%. Играть при 55 FPS все еще комфортно. Но это хороший звоночек, что 6 гигов памяти современным играм уже маловато. Свежий Far Cry на Пандоре показал классическую оптимизацию у Бейсофта. Временами игра потребляет больше 10 гигабайт видеопамяти в Full HD на высоких настройках графики с DLSS на качестве. При этом итоговый FPS по бенчу на 6 гиговой 3060 оказался даже чуть выше без всяких фризов. Так что в аватаре серьезный жор памяти просто хотелки движка и не более того. В любом случае, 60 кадров на высоких настройках графики – это отличный результат. Играть синими против белых будет комфортно. А вот 1660 Super откровенно больно. Консольный 30 кадров – это слишком мало для шутера. Настройки точно придется снижать, либо мылить картинку более жесткими FSR. Приятно удивил симулятор китайской обезьяны с палкой. Движок Unreal Engine 5 умеет быть экономичным, когда это необходимо. И на средних настройках графики в Full HD без всяких апскейлеров поиграть в Wukong на RTX 3060 можно при 60 FPS в среднем с отличной графикой. Мобильная переделка немножечко отстала, но разница на уровне погрешности. GTX 1660 Super традиционно провалилась. 35 FPS по бенчу – это маловато для соулс-экшена. Исправляет ситуацию включения качественного мыла. В таком случае старушка Тюринг выдает комфортные 50 кадров. Дуэт из 3060 взлетает до 80. Формально FPS позволяет активировать минимальную трассировку, но на практике игра за это сразу наказывает падением производительности вдвое. В общем, как уже сказал, младшие RTX – это скорее крутые GTX. Лучи здесь больше маркетинг. Тестировать народный киберспорт на таких картах нет смысла. И так понятно, что будет раскрытие 200 герцовых мониторов. Ради интереса проверим все еще очень популярный PUBG. На ультрах это достаточно тяжелая игра, так что смысл в таком тесте есть. Как видите, обе 3060 идут плечом к плечу. Чуть более низкую частоту мобильная карта компенсирует и тут куда ядрами. При прыжке с парашютом карты выдают 130-170 FPS. 1660 Super и тут отстает на 30-40%. При езде на машине обе 3060 выдают стабильно больше сотки. Но в любом случае в Full HD хватит даже 1660s. Она не проседает ниже 80. Да, 6 гигабайт видеопамяти уже маловато для Full HD. Из-за чего мобильной 3060 иногда приходится обращаться за данными в далекую оперативку через шину PCI-Express 3.0. Но как это скажется на FPS через PCI-Express 3.0? Проверить это легко, и для этого нам даже не нужно искать старый системник. Можно просто выставить необходимую версию шины в BIOS. Наглядное доказательство важности большого объема видеопамяти можно увидеть в Forze Motorsport, которая постоянно ругалась на ее нехватку. Кадры на высоких настройках графики упали почти в три раза – с 90 до 30. Вот так бывает. Банальное урезание шины до 16 линий PCI-Express 3.0 с дефицитом пары гигабайт памяти приводит к жесточайшей просадке производительности. Nvidia, выпустив RTX 4060 на 8 гигабайт с аналогичной шириной шины, подложила под нее тикающую бомбу. Справедливости ради, Forza скорее исключение из правил. В большинстве игр даже на высоких настройках графики 6 гигабайт видеобуфера пока худо-бедно хватает. В Киберпанке замедление шины вдвое вообще никак не сказалось ни на среднем, ни на минимальном FPS. В Pandora кадры даже чутка подросли, но это погрешность. Серьезных провалов, как у GTX 1650 с 4 гигами пока мало. Но стоит помнить, будущее у карт с 6 гигабайтами незавидное. Раз с играми все в основном гладко, давайте проверим рабочие задачи. Обычно на Франкенштейнах с ними серьезные проблемы из-за кривых драйверов. Но у мобильной RTX 3060 все идеально. В блендере без проблем включилась оптик с ускорением и сцену мультяшной средневековой гавани мобильная карточка отрендерила за 2 минуты и 45 секунд с полной нагрузкой на куду. Полноценная 3060 справилась за 3 минуты. У нее почти на 10% меньше вычислительных блоков. Отсюда и разница. 1660 супер для рендера слабо подходит. 8 минут на одну картинку это прям боль. А ведь карточка стоит на одном уровне с Франкенштейном. Теперь давайте убедимся, что наша мобильная карта еще поживет. Изучим богатый внутренний мир изделия китайских предпринимателей с паяльной станции. И я вам скажу, что они смогли приятно удивить. Я у карты был действительно первым. Никакой пыли под тихими вентиляторами. Совершенно новый текстолит. Жидкая термуха. По виду ГД-900 и клали столько, что прям наверняка. Еще свежие серые прокладки, которые конечно же успели обоссаться и протечь на другую сторону. Но в целом без криминала. Суммарно 10 фаз питания на GPU и память с охлаждением от общего радиатора. Это жир для 80-ваттной видеокарты. GDDR6 не ужарено. Чип вообще в идеальном состоянии. Ни одной царапинки. Бушность в нем выдает только свинцовый припой. Китайцы в кое-то веке научились не перегревать GPU при пайке. В общем, если показать на камеру вот эту плату без радиатора, многие скажут, что это обычный полит или какой-нибудь там зоток. И ремонтники задумались. Живые чипы под 3060M, да еще и с памятью, по цене одного GPU у тех же китайцев. Да начнется гонка. Хорошо видно, что инженеры разработали один текстолит под несколько карт. Есть еще два посадочных места под память для 3070M и 3080M. Можно допаять еще один 8-пин коннектор питания. Рядом с торцом есть посадочные места под дисплей порты и HDMI. Скорее всего они заработают. Для майнинг-карт в них никакого смысла, и китайцы разумно решили сэкономить. Главное, что есть хоть один HDMI. Радиатор и вертушки просто нормальные. Солидный вес, толстые алюминиевые ребра, пару теплотрубок. Тесты показали, что для мобильной карты этого за глаза. Карлсоны запараллелены между собой, но в любом случае они тихие, и управление оборотами отрабатывается корректно. В общем, к внутрянке никаких претензий. Все на уровне простеньких брендовых GPU. Да, возможно, эта ошибка выжившего мне повезло, и досталась действительно новая карта. Если вы будете покупать вот такие франкенштейны на Авито, скорее всего, когда-то они стояли вот так вот ровным строем в майнинг-риге и работали 24 на 7. Поэтому в любом случае карточку нужно будет разобрать, посмотреть, что там внутри, и хорошенечко ее обслужить. Признаюсь честно, сам не ожидал. В телеге я назвал эту карточку говно, а она не такая. Просто я уже привык, что во всех этих китайских мутантах и майнинговых переделках приходится заниматься рукоблудством, с драйверами, охлаждением, и в итоге все равно половина фич работать не будет. Но здесь никаких проблем. Пропатченный драйвер ставится из обычного экзешника, работает абсолютно все, DLSS, трассировка, запись экрана и даже оптикс-ускорение. Единственный HDMI тоже не урезан. 2К-монитор на 144 Гц работает без проблем. Больше для такой карты и не нужно. А с учетом массовых продаж мобильных 4080M и 4090M на Таобау, фан-база у нее большая. И с драйверами в будущем будет все окей. Да, знаю. Хуже мобильной RTX 3060 на 6 гигов может быть только ноутбучная 3050 на 4 гигабайта. Копеечная экономия на памяти лишает этой карты всякой надежды на будущее. Посадочные места под память на плате есть, но перепайка того не стоит. Проблемы будут и при подключении через PCI-Express 3.0. Но с другой стороны, а какой вообще есть выбор до 15 тысяч рублей? Из новых карт можно найти Intel Arc A380. Но производительность у нее чисто под киберспорт. Все остальные предложения это бэушные GTX, RX и RX, нередко пятилетние давности, которые к тому же будут слабее. Поэтому 3060M оказывается фактически вне конкуренции в своем ценовом сегменте. Да, это китайская переделка, никакой гарантии, качество может плавать. Да, нужно ставить кастомный драйвер, но едва ли добротный свежак покажет себя хуже на долгосрок, чем пятилетние умайненные брендовые карты. Так что, как бы я не хотел с этим согласиться, тут признаю, китайцы сделали все по красоте. Оказывается, все это время я держал ее старшего брата, абсолютно такая же карта RTX 3070M, но вот этот вот экземпляр прямиком из майнинг Рига, который мы достали. У меня, к сожалению, не было времени ее протестировать, да и я считал, что и так у нас три карточки на тесте в своем ценовом сегменте. Это было уже лишнее. Если вам интересно протестировать вот эту 3070M, пишите в комментариях, мы найдем ей каких-нибудь оппонентов, я думаю, вы в комментариях подскажете каких, и протестируем ее. У нее, кстати, очень много даже есть дисплейпорт. Ну, а эту переделочку мы по традиции разыграем в нашем телеграм-канале. Там уже идет конкурс на вот этот мини-ПК под жидким металлом из прошлого выпуска, еще на другие призы. Но ничего, запустим еще один. В описании будет ссылочка на оба конкурса. Переходите, подписывайтесь на нашу телегу. Не забудьте нажать на кнопочку «Участвую» и читайте самые интересные IT-новости. На связи был М. Камень, я зовут Михаил Крошин. Жду вас в комментах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok